Здравствуйте! Вы снова на канале Инженер и смотрите очередное полезное видео. Сегодня более подробно разберём устройство сифона. Разборку и сборку сифона я уже производил при устранении засора. Смотрите ссылку в описании и подсказку. Теперь разберём, какие функции выполняет сифон и на основании каких физических принципов он работает. Если под раковиной нет сифона, то вода из неё может свободно течь в канализацию точно так же, как и неприятный запах из канализации на кухню или в ванну. Вода стекает в канализацию вместе с остатками пищи и крупными частицами грязи. Не встречал, чтобы сифон улавливал этот мусор, но задерживать крупные тяжёлые частицы он теоретически может. В итоге сифон имеет две специфические функции – устранение запаха и задержка крупных и тяжёлых частиц. Конструктивно сифон представляет собой колбу, в которую сверху по патрубку поступает вода из раковины. Этот патрубок доходит почти до нижней части колбы, в которой расположена крышка. В верхней части колбы есть отверстие с вступающей резьбовой частью для слива воды из колбы в канализацию. Тяжёлые крупные частицы, попавшие в раковину, могут оседать на дне колбы, то есть на крышке. Поэтому для очистки сифона от лишней грязи достаточно открутить крышку. Вода через сифон прокачивается благодаря силе тяжести. При этом сифон представляет два сообщающихся сосуда с перемычкой в нижней части. Когда вода перестаёт поступать в сифон, уровень во входном патрубке и колбе становится одинаковым и не превышает высоты выходного отверстия. Вода остаётся в таком положении, постоянно перекрывая путь неприятным запахом из канализации в квартиру, создавая гидрозамок. Ну а если вода постоянно струится в раковину из смесителя, значит надо его ремонтировать. А для этого смотрите видео о разборке смесителя ZORG, которое недавно набрало 1000 просмотров. Переходите по подсказке или ссылке в описании. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Это поможет сделать полезные видео более заметными пользователям YouTube. Если я что-то упустил, пишите в комментариях. И ещё, если хотите установить сифон в имеющийся слив, при покупке сифона обращайте внимание на диаметры подводных и отводных каналов. На этом всё. До свидания. Делитесь полезными видео с друзьями. Субтитры подогнал «Симон»